Идет шестая рейдерская атака. Пять от бандитов от бандитов отбили. А сейчас уже объявилась такая шайка, которой раньше не было. Сидят в больших кремлевских кабинетах люди, которые дирижируют этим процессом. Суды, прокуратура, силовики прикрывают эту шайку, налили полихату, этого известного в Москве рейдера, когда я прокуратуре сказал, они говорят, мы его прекрасно знаем, он уже спасался в Лондоне, он уже прятался. Вот его наняли, а потом увидели, что они все измазались в этой грязи. И отстроили в сторону, подтянули туда представителей единоросов из областного совета и устроили судебную вахканалию. Эту судебную вахканалию прикрывал зампредседателя Верховного суда. Я, например, такой компашки, я много силовиками занимался, но такой криминальной группировки давно не видел. Я обратился к президенту, он дал поручение Следственному комитету, прокуратуре. Пока я от них разумительного ответа не слышу. Почему? Потому что все, что происходит, это не суд, это судебная расправа по приказу администратору, которые сидят в больших кабинетах. Или мы наведем порядок, или это потребуется общероссийской акции протеста. Я обратился к ним, расследуйте, посмотрите, приведите в порядок. Всем еще раз хочу напомнить. В Ленинском районе было 15 хозяйств. 14 они раздербанили, разделили, деньги поделили и выгнали за кордон. Вот 15-е, лучшее хозяйство, которое возникло после того, как Примакова, Маслякова, Герасченко после дефолта вытягивали страну из пропасть. Оно возникло вопреки этим либеральным, криминальным, уголовным чубайсовским порядкам. И оно показало, что можно, не занимая у государства ни копейки, и отстроить школы, и сады, и медицинские центры, и поля, и классные фермы, и организовать учебные. Вот сейчас мы сдали там потрясающий водно-спортивный комплекс. 5 тысяч квадратных метров под одной крышей, плавательные бассейны, фитнес-залы. Я приглашал посмотреть и говорил российскому телевидению, «Покажите, порадуйтесь вместе с людьми». Все попрятались. Такое ощущение, что им не нужна ни умная, процветающая страна, нужна эта уголовщина, и либеральная свора, которая зубами скрипит, видя, что рядом с Москвой растет такой оазис, который показывает пример, как можно выбраться из этого тупика. Еще будет одно судилище. Мы подготовили, отправили материалы в Европейский суд. Вот это вынуждена мера, но я не вижу тут нормальной реакции даже высших ховного руководства страны на этот криминальный беспредел. А он связан с одной вещью. Почему не допускают наших талантливых ребят и Кияшка Романа, и Михайлова Олега, и Быкова Валентиновна? Почему? Потому что это конкуренты. Люди талантливые, люди с умом. Почему гнобят того же Грудинина? Потому что он ходил на выборы. Я не знаю, почему Путин не реагирует. Ведь это его главный оппонент. С Собчачкой сидит, никто и не трогает. Этот еще человек странной политической и другой ориентации. Сидит в Ульяновске с подачей администрации президента. Грудинина начинает преследовать. Это вообще перечеркивает значимость и президентских выборов. Поэтому мы защищали и будем защищать хозяйство. Это хозяйство на разграбление очередным шкурникам, ворам и мерзавцам мы не отдадим. Мы поднимем всю страну и отстоим в рамках закона право коллектива владеть этой землей, работать на ней честно и учить и лечить детей в лучших школах и поликлиниках. Продолжение следует...